Итак, энергетика на органическом топливе. Тема сегодняшнего занятия. У нас сегодня четвертое занятие. Я сейчас подойду. Она просто на доску и на дверьскую. Правильно, правильно. Я сейчас переключу и подойду. Органическое топливо. В принципе, выделяют три вида органического топлива, которое широко применяется на тепловых электрических станциях. Конечно, это уголь, мазут и газ. Уголь это основное топливо для электростанций. Мазут может быть основным топливом для электростанций в России и может быть резервным топливом для электростанций. И газ тоже может быть и основным, и резервным топливом для электростанций. Дело в том, что, посмотрите, уголь воспламеняется достаточно тяжело. Он от спички не загорается. Нужно что-то для того, чтобы воспламенить уголь Поэтому для этого существует другое топливо Если станция угольная, то она обязательно имеет либо мазутное хозяйство, либо газовое хозяйство И вот этот мазут в этом случае и является резервным топливом, например, для угольной станции Точно так же и для мазута, и для газа В балансе энергетики России каждого вида топлива по-разному Ну и структура баланса выглядит у нас вот таким образом Смотрите, угля приблизительно 22%, газа 75%, ну и мазут и дистоплива этого равен 2% Мазута раньше было больше, в силу дороговизмы, с одной стороны, этого вида топлива И с другой стороны, в силу того, что мазут является продуктом нефтеперегонки А в качестве других продуктов нефтеперегонки Еще и другие виды топлива, моторные так называемые топлива И моторных топлив нужно все больше и больше и больше и больше людям Для автомобилей, для самолетов, для вот этого вида транспорта То глубина переработки возрастает Мазута остается все меньше и меньше И он исчезает из балансов электростанции Ну и вторая, а на самом деле первая причина Она в том, что включается, что топливодороже Чем уголь и дороже, чем газ Намного Это структура баланса в нашей стране Мировой баланс по органическому топливу В разных странах и в разных территориях Разный Вообще, надо сказать, что тростанции на органическом топливе В нашей стране приблизительно 70% Приблизительно 12-13% Это атомные станции Где-то может 18-20% 18, наверное, процентов Гидроэнергетика В районе 1% Это возобновляемая энергетика Ветростанции и солнечные станции То, что мы рассматриваем И остальные 70% Это энергетика на органическом топливе Органическая топлива Преимущественно газ 22% угли И совсем немножко Что такое тепловая электростанция А тепловая электростанция Электростанция на органическом топливе Потому что в качестве основы Применяется сжигание топлива То есть тепло И вот эта теплота Каким-то образом преобразуется Поэтому она тепловая В конце у нее всегда электроэнергия То есть мы из химической энергии Которая запасена в топливе Вот сюда подводится Получаем электрическую энергию И вот технологическая цепочка Этого преобразования И есть тепловая электрическая станция Энергия там превращается Из одного вида в другой Сначала химически запасенная За счет сжигания Превращается в тепловую Потом эта тепловая Вот она здесь в виде факела Преобразуется в потенциальную Тоже тепловую Но в виде горячего пара Вот в эту Потом в турбине Она превращается в механическую энергию вращения Вал вращается Вот она Потом в электрическом генераторе За счет взаимодействия электромагнитных полей Превращается в электрическую И отпускается потребитель Вот то что здесь изображено Такая детская Детская картиночка Это примитивнейшее изображение Тепловой электрической станции Понятно, что вот эти преобразования Там, где они происходят В тех машинах и аппаратах В которых происходит преобразование энергии Это и есть основное оборудование станции Именно это основное оборудование здесь и показывает Поэтому она примитивна Все остальное оборудование Которое на электростанции существует Это вспомогательное оборудование Оно предназначено для того, чтобы обеспечить работу Вот этих трех агрегатов В этом агрегате мы получаем факел То есть химическую энергию топлива превращаем в теплоту Эту теплоту передаем воде Получаем пар высоких параметров Это все в одном агрегате Этот агрегат называется котел Следующий агрегат В нем вот эта энергия пара Потенциальная Превращается в механическую энергию вращения Это паровая турбина Это другой агрегат И следующий агрегат В нем механическая энергия вращения Превращается в электрическую Которую дальше потока проводов отпускают Это третий основной агрегат Все Вот они здесь показаны Вот это и есть электростанция Вот это и есть электростанция А теперь давайте посмотрим Рассмотрим работу угольной электростанции в США Здесь станция расположена в непосредственной близости от реки Поэтому подвоз топлива обеспечивается при помощи речного транспорта Можно видеть фактически генеральный план электростанции Во всем его объеме и красоте Уголь из баржи выгружается при помощи специального цепного устройства Затем на склад ворошится бульдозером И роторным устройством при помощи ленточного транспортера Направляется сначала на узел пересыпки И затем в цех в бункер сырого угля Откуда он поступает в углеразмольное устройство Дробилку во-первых Вот она показана И дальше в мельницу для приготовления пыли Пыль обеспечивается вращением мельничного устройства Туда же подается воздух Белыми стрелками показан транспортирующий агент И затем уже полученная пыль Достаточно мелкая по специальным пылепроводам Направляется в горелке топочного устройства Где обеспечивается ее сжигание За счет сжигания пыли выделяется теплота Которая направляется Для обеспечения генерации пара и его последующего перегрева Это устройство называется котел А полученный пар по трубопроводам Направляется в паровую турбину В данном случае можно видеть паровую турбину Вот белыми стрелками показано движение парового потока Внутри проточной части турбины Многоцилиндровая турбина Высокое давление Среднее давление Вот сейчас мы видим И дальше вот где вращающиеся детали видны Это два цилиндра так называемых низкого давления Здесь энергия пара превращается в механическую энергию вращения ротора турбины И эта энергия передается далее электрогенератору Где за счет взаимодействия электромагнитных полей Получаем электроэнергию Которая дальше направляется в систему электрообеспечения станции Отработавший в турбине пар поступает в конденсатор Где за счет потока воды синей стрелкой показано Подающегося в конденсатор обеспечивается Конденсация этого отработавшего пара И конденсат желтой стрелки На схеме направляется далее в котел Охлаждающая вода Та что синими стрелками зашла Берется из собственного контура циркуляции воды Который замыкается в градирне А в градирне обеспечивается охлаждение Того потока воды Который обеспечил охлаждение пара в конденсаторе Это охлаждение обеспечивается воздухом Воздух нагревается И вот он как раз и является Тем парящим элементом над градирнями Которые мы все видим Над этим устройством электростанции Здесь мы уже переходим к вспомогательному оборудованию Электростанции Которая предназначена для Уверенной и надежной ее работы И в первую очередь для обеспечения защиты Окружающей среды от воздействия Одним из первых элементов является Сероочистка продуктов сгорания Это здесь обеспечивается в скрубере Куда синие стрелки подаются дымовые газы С оксидами серы И одновременно вот видно по маленьким трубкам Парит Это подается суспензия известняка Здесь обеспечивается связывание оксидов серы Кальцием с получением кальций СО4 Который направляется В специальную систему Переработки Вот этого продукта Который называется гипсом Это показана система Преобразования и перекристаллизации Так называемого гипса Отдельно стоящее здание В котором все это происходит Оборудование Предназначенное для перекристаллизации Ну и вот собственно говоря Этот гипс Который после осушки Направляется на склад гипса Откуда Потребителю Другая система очистки Продуктов сгорания Это очистка от золы Здесь она обеспечивается В электрофильтрах Которые показаны Запыленные золой Газы Направляются в электрофильтр Где Улавливается зола И Через специальную систему В сухом виде Автотранспортом Зола отправляется Потребитель И следующая система Очистки продуктов сгорания Это так называемые Технологии очистки От оксидов азота Это показаны Реакторы Каталитической очистки Через которые Проходят дымовые газы И Здесь в этих реакторах Восстанавливаются Оксиды азота До молекулярного азота Очищенные Во всех этих трех системах Продукты сгорания Выбрасываются В окружающую среду Электрическая часть станции Кроме генераторов Представлена трансформатором И Распределительными Устройствами После которых Электроэнергия Направляется В электрические сети А В электрических сетях Она распределяется По потребителям В том числе И Бытовым потребителям Наши станции Чем отличаются Принципиально Все то же самое Даже у нас есть Станции С речной доставкой Но большинство Станций Все таки С железнодорожной Доставкой топлива И Уголь подвозится По железной дороге Ну и Склад разгрузки Вот он будет Чуточку другой Чем показан здесь Это раз На наших станциях На органическом топливе Отсутствуют Системы Мокрой Так называемой Серой очистки Которая здесь Показана С использованием Десятника Потому что Наше энергетическое топливо Малосернистое И Предельно допустимые Выбросы Обеспечиваются Без таких Сложных систем Серой очистки Это второй момент Третий момент На наших электростанциях Отсутствуют Каталитические системы Азота Очистки дымовых газов Потому что У нас Нормативные выбросы Обеспечиваются За счет Других Технологических Приемов Которые Позволяют Этих оксидов Иметь меньше Чем просто При прямом сжигании То есть У нас Система подавления Развища В нашей стране А не Система очистки Это уже Разборка Турбин Пока Можете Не смотреть И Третий момент Для наших электростанций Нехарактерно Сухое Золоудаление У нас Применяются Мокрые системы Золоудаления Они называются Системы Гидрозолоудаления Все Других отличий От того ролика Боровой котел Топливо После системы Приготовления Которую мы смотрели Поступает Вместе с воздухом В горелки котла Вот здесь Сжигается В виде факела Неважно Уголь Газ Хоть какое топливо Вода приходит В котел Через поверхности Нагрева Это называется Экономайзер Затем она поступает В барабан Вот это устройство Называется Барабан котла Здесь вода Отделяется От пара Пар сверху Вода снизу Вода вниз Сама идет Естественно Циркуляция И дальше Снова вверх По трубам И вот здесь Текла от факела Отдается воде Через эти трубы Она превращается В пар И снова в барабан В барабане Вот здесь Отделилась И пар пошел По трубам В поверхности Нагрева Которые называются Пароперегреватель Супер тепло И дальше Отправляется По трубам В турбину Все Конец котла Фактически Котел Это одни трубы Из которых Составлена Вот эта Большая конструкция Внутри которой Горит факер И еще один ролик Про паровую турбину Турбина К 800 ЛМЗ Мощностью 800 мегаватт Давление 240 бар Температура острого И перегретого пара 540 градусов Цельсия Пятицилиндровая Цилиндр высокого давления Цилиндр среднего давления И 3 цилиндра низкого давления Острый пар К цилиндру Высокого давления Подается через Две группы Стопорно-регулирующих Клапанов По подводящим Патрубкам Цилиндр высокого давления Двухстенный С поворотом потока На 180 градусов Пар промежуточного Перегрева Через группу Регулирующих клапанов Подается к цилиндру Среднего давления К цилиндрам Низкого давления Пар подается через ресиверы по подводящим патрубкам к каждому из трех цилиндров. Турбина состоит из диафрагм, неподвижно закрепленных в корпусе и вращающихся рабочих решеток, закрепленных на валу ротора. Внутренний корпус цилиндра высокого давления, его внешний корпус. Оба стальные литые. Цилиндр среднего давления, двухпоточный, симметричный, с подводом пара от середины к краям. Корпус стальной, литой. Все цилиндры низкого давления одинаковые, двухпоточные, симметричные. Корпуса стальные, сварные. Ротор ЦВД цельнокованный, с дисками и полумуфтой. Ротор ЦСД также цельнокованный. Ротор ЦНД сборный. Высота лопатки последней ступени 960 миллиметров. Общая длина турбоагрегата 60 метров. Компоновка продольная. Все, спасибо за внимание. Это советское кино. Уголь по транспортеру. Бункер. Из бункера в мельницу. Из мельницы через специальные системы, там, бункер пыли, оттуда на горелке. Это турбины. Цех турбины, турбины. Это подогреватели. То есть это уже вспомогательное оборудование. Различный. Это гаэратор. Каждый из них конденсатор, конденсатный насос. Каждое из этих устройств какое-то занимает какое-то место в тепловой схеме. Клапаны, различные задвижки. Ну, это вот то, что внутри станции. Таких станций сегодня достаточно много в нашей стране. Но она, конечно же, не современна. Она модернизируется. У нее турбина может новая стоять внутри вот этих помещений. Выглядит, конечно, не очень презентательно это все на этих станциях. Но не здесь нет. Вот этих всех киношек вы можете посмотреть достаточно много в интернете. Как это все оборудование собрано на электростанции. Вот мультик посмотрели про американскую станцию. Ну, быстро все мельтишит же. Ничего не понятно по большому счету. Здесь более подробно. Вот это здание называется главный корпус электростанции. Вот это здание. Вот в нем, в этом главном корпусе все основное оборудование и сосредоточено. То, что высокое, внутри стоит котел. Это он самый большой. Вот он он. Вот он. Вот он факел. Вот эти поверхности, всех которых вода греется, пар перегревается. Здесь внутри стоит. Вот это низкое. Это турбинный цех. Это котельный цех, а это турбинный цех. Вместе котлотурбинный цех. Вместе главный корпус электростанции. Здесь турбина стоит. Вот она. Вот она турбина. Вот он электрический генератор. Вот этот турбинный. Вот это котел. Все. Основное оборудование станции. Все остальное вспомогательное. Иногда еще вот эту часть, вот этот трансформатор. Основной трансформатор это называется. И его тоже относят к основному оборудованию. Потому что генераторное напряжение нужно сначала превратить в 10 кВт. А только потом его можно подать в сеть. Для этого трансформатор этот предназначен. Ну а дальше после трансформатора нужно на распредустройство и оттуда всю электрическую сеть. А здесь вот смотрите. Вот он угольный склад. Вот отсюда по транспортеру на узел пересыпки. Это то, что мы вот видели в ролике. Снова по ленточному транспортеру в цех, в бункер сырого угля. А оттуда в мельнице, из мельницы в бункер пыли. Вот он. С бункера пыли в котел, в котле сгорело. Дым ушел. Дымовые газы и дымососом. Вот там его не видно. Через золоуловитель. Вот он вам показывает дымовую трубу. Пар из котла по трубам в турбину. После турбины в конденсатор. Вот он, он насладился. А вот по этим трубам вода, которая пришла и ушла из конденсатора. Вот эти толстые трубы. Конденсат сконденсировался через систему подогревателей. Вот одна, вот другая. Вот подогреватель вот здесь. Снова в котел. Там генерируется. Снова пахнет. Все. Теперь смотрите. Генеральный план электростанции. Вот он главный корпус. Это первая очередь. Самая старая. Вот он в эту сторону строится, станция. Вот вторая очередь. По новее, чем вот эта. Это следующее. Но это самое новое. Вот так они и строятся. Вот эта сторона называется временный торец. Он разбирается и станция туда строится. А вот эта сторона называется постоянный торец. Она один раз поставлена и станция строится туда. И развивается. Все вот это вместе. Но это три очереди главного корпуса. Ну а каждую там дымовую другу. Это угольный склад. Это вот транспортеры. Это узел пересадки. Вон там, видите, вот эта вот территория. Это вот и есть групп. Главное распредустройство. Это электрическая часть станции. Там стоят выключатели. И они обеспечивают переключение. Потому что энергоблоков много. А линия электропередач, она одна. И нужно соответственно обеспечить все эти переключения. Для того, что выключатели существуют. Они вот расположены на земле. Ну их видно. Они просто сетчатым забором, как правило, огорожены. Их у нас тоже видно, когда вы ездите мимо станции. Это вот бочки с мазутом. Резервное топливо. В данном случае угольная электростанция. А вот мазут для резервов. Это железнодорожные пути подъездные. Это узлы разгрузки. Здесь вагоны-отрокидыватели. Весы. Это стрелки. Вот видите, даже вагоны. Железнодорожный состав какой-то под разгрузкой стоит. Это оборудование электрофильтры. Это электрофильтры. То, что золоочистка обеспечивает. То есть видите, какое огромное хозяйство. Градирный. Это для третьей очереди. Ну а для этих очередей вот отсюда вода берет. Для охлаждения конденсаторов. Смотрите. Электрическая часть станции. Вот генератор. Вот трансформатор. Понятно, что есть еще только проводы, шины главные на станции. Их они не попадают даже на схему. И вот. Вот это зеленое поле. А все остальное это тепловая часть электростанции. Все остальное это для теплоэнергетиков. Хотя там, конечно, много оборудования, которое имеет такой общий машиностроительный профиль. Я бы вот так сказал. Но это все зона деятельности теплоэнергетиков. Это факт. Еще одно переключение. Современные станции. Парогазовые. Я внутренности не буду показывать. Как это все устроено и как это все работает. Это российские станции. Видите, как выглядят корпуса. Гипермаркеты напоминают. Совершенно не похоже на ТЭЦ-2, кто мимо ездит, или ТЭЦ-3, или даже ТЭЦ-5. Я вам больше скажу. У них внутри пол, вот такой же, как у нас в коридоре, только белый. И моются вот этими. Уборщица ходит вот с этой машиной, как в магазине, и моет внутри. Вот мы посмотрели блок КА-300, станцию. Ну, станцию старого типа, которая, может, в 70-х годах построена, может, еще раньше. Современные станции не такие. Но их немного, конечно, в нашей стране. Да и вообще в мире их не очень много. Это самое современное оборудование. Это парогазовые установки. Они работают на основе газовых турбин. Не только паровых. Газовая турбина, паровая турбина, потел-утилизатор. Работают они только на газе в качестве топлива. Автоматизация очень высокая. Ну, их у нас в стране, я так, на скидку, что называется, процентов 12-15. Из всех. Ну, а процентов 85, даже, может, ближе к 90. Это станции, те, которые... Вот, ну, то, что мы посмотрели. В нашем городе таких станций нет. Но, я хочу сказать, зато в нашем городе есть проектные организации. И, ну, вот, первую паровую турбину для такой электростанции, для ПГУ в России, проектировал Уральский турбомоторный завод. Это турбина Т-114, Т-117 для Краснодарской ПГУ. А генеральный проектировщик этой Краснодарской ПГУ – организация, которая в нашем городе. То есть у нас у самих таких станций нет, но зато мы, ну, если мы говорим о городе Новосибирске, и мы как горожане, то мы зато такие станции проектируем. Завершающий слайд, где работают все электростанции, любые, любые электростанции, какие только вообще существуют. Для нашего города это 2, 3, 4, 5 и Барабинская ОТС. Это раз. Все котельные. Их больше, чем... Вообще, раньше было больше, чем 350, но сейчас у нас новый собственник СГК. он жесткую политику ведет по отношению к котельным, разным, разрозненным, мелким. И они перестают удерживать конкуренцию, и сейчас их меньше в котельных. Но все равно их больше, чем 200, это точно. В нашем городе. Но любой из котельных область деятельности теплоэнергетика – это очевидно. Есть такая организация, которая называется «Передвижная генерация». Это, знаете, когда на автомобиле, например, энергетическая установка размещена, или на тележке. Ну, или на большой тележке, или на железнодорожном вагоне. И она откуда-то куда-то переезжает, там, где нужно, в аэрииных, например, ситуациях каких-то. Или просто у нас есть удаленные территории. Это все тепловая энергетика, это все тепловые электрические станции, это все то поле деятельности, где теплоэнергетика есть в работах. Проектные организации, наладочные организации. Понятно, что нужно эти станции эксплуатировать, нужно уметь проводить на них эксперименты. А эксперименты там проводятся для того, чтобы их физические характеристики снимать. Это не те люди, которые на станции работают. То есть, вот эти люди, и вот эти люди, которые занимаются наладкой оборудования, это разные люди, это разные организации. Конечно, наладкой надо заниматься. И это, ну, это как бы высшая категория работников, теплоэнергетиков, которые привязаны к станции. Те, кто налаживает это все дело. Ну, и проектные. Они часто бывают проектно-наладочные. Бывают просто проектные, но очень часто проектно-наладочные. Распределенная генерация. Это современная тема. Пересекается вот с передвижной генерацией. Но только что это не передвижная, а распределенная. Ну, сейчас очень большое количество отдельно стоящих зданий, и в которых большие производственные площади, торговые центры, как минимум. Ну, бывают и торгово-культурные центры, или еще какие-то. И у них собственные источники электроэнергии. Они не привязаны к общим сетям. Ну, например, МЕГА у нас. Если вы обратите внимание, рядом с МЕГА есть отдельно стоящее здание с трубами, и там что-то все гудит. Вот электростанция для МЕГИ. Своя. Это называется распределенная генерация. Это самая современная энергетика. И это тоже предмет. Это же тепловая генерация. Здесь вы тоже работаете. То есть, если вы разобрались вот в той большой станции, генплан которой вы посмотрели, ну, лучше эту чепуху, которая на МЕГИ стоит, ну, там... Это вот так на раз по щелчку пальцев. Но это отдельная, отдельная сфера деятельности. Теплофикация и теплоснабжение. Ну, мы упоминали, что электростанции не только электроэнергию. Некоторые вырабатывают, они еще и теплоту вырабатывают. Теплота передается по трубам потребителям. И это другая сфера деятельности. И это тоже место для деятельности для теплоэнергетиков. Все организации, которые занимаются нормированием, контролем, слежением и продажей этой продукции, это все зона деятельности теплоэнергетиков. Хотя здесь есть и какой-то экономический уклон. Надо еще чуть-чуть нарастить экономику. Но технологические процессы надо понимать, чтобы качественно можно было бы продать продукты. Теплоту или электроэнергию. Поэтому это сбытовые компании. Есть производственно-ремонтные предприятия. Те, кто занимаются ремонтом. Ну, ремонт и наладка. Вот они, как бы, вот эти два слова могут пересекаться, а могут разделяться. Это тоже сфера деятельности профессиональная для теплоэнергетиков. Машиностроение. В нашем городе ничего теплоэнергетического не строится. Только ремонтное предприятие. Крупное ремонтное предприятие. Оно называется ПРП. Производственно-ремонтное предприятие для электростанций. Там какую-то часть оборудования производят. Ну, в виде шестерен, редукторов. Там различных, ну, машинерии вот такого рода. Трубы. Но это не основное оборудование. Из энергетического основного оборудования у нас только завод Элсип. Он производит электрогенераторы. Но это для электриков. Не для теплоэнергетиков. Ну, вот в нашем городе нет таких машиностроительных предприятий. Крупных. Управляющие компании. Понятно, что нужно же этим всем управлять. Управлять не с точки зрения машинами управлять. Научился водить автомобили, стал управленцем. Людьми управлять, которые работают на этих предприятиях. Вот эти управляющие компании. Там, где все начальники сидят. У нас это на Светлого. База. Главная база СГК. Но ведь есть люди, которые занимаются управлением. Которые сидят в администрации в области. В администрации города. В каждом районе есть энергетик. Конечно, может быть, там люди эти должности занимают. Которые не имеют специального образования. Но в большинстве своем. Это люди, которые имеют специальное, базовое, профессиональное образование. И это чаще всего теплоэнергетическое образование. Ну, надзор. За ними, за всеми есть надзор. И надзорные, там тоже базовое образование должно быть такое. Для нас это, ну, вернее, в нашем городе, это фотонадзор и энергонадзор. Это две, как минимум, есть организации, которые осуществляют надзор за деятельностью электростанций, котельных. Всех вот этих трубопроводных систем. Ну, и прочего, и прочего, и прочего. И там тоже нужно профессиональное образование, конечно, иметь. И быть готовым. Ну, и вот еще мне, знаете, хочется обратить внимание на нас. Мы молодая в целом кафедра. У нас не так много лет мы выпускаем специалистов с 1994 года. Сравнивать, например, с нашими электриками. Нам до них далеко. Они лет 80, наверное, уже выпускают электриков. А мы 20 с небольшим. Но вместе с тем, вот, среди наших выпускников, наши выпускники есть вот здесь везде. Если говорить о нашем городе. Они есть и не только в нашем городе. Не только в нашем городе. Наши выпускники. Но если говорить о нашем городе, они здесь везде. Основу современной проектной деятельности в нашем городе Основу представляют наши выпускники У нас подготовлено на кафедре, я сейчас не могу сказать, но больше 20 кандидатов 25, наверное, кандидатов в технических наук Это вот то, о чем я вначале говорил Те, кто самую высокую имеют квалификацию по учебе У нас два из наших выпускников, из тех, кто сидели за партами Два доктора наук подготовленных У нас директоров современных предприятий Я, наверное, человек 5 сейчас, человек 5 легко вспомню Я не хочу фамилии называть, тем более на камеру Но человек 5 я вспомню легко Те, кто директора предприятий являются, современных Те, которые в энергетике работают Ведущих специалистов не перечесть То есть в этом смысле нам, нам, как в кафедре, есть чем гордиться В плане наших выпускников А вы, я вот хотел, не бы хотелось, чтобы вы знали Что мы являемся не пустым звуком в поле новосибирской энергетики Наше подразделение А наше подразделение, это ваше подразделение В нашем университете Но у меня все, вопросы? Это не последнее еще наше занятие